Минимум калорий, максимум удовольствия. Предлагаю вашему вниманию харбинский салат а-ля Рус по-домашнему. Для приготовления данного салата понадобится свежая белокочанная капуста, огурцы в пропорции 50% капусты, 50% огурцов, для красоты морковь и понадобится также корень имбиря и чеснок, для того, чтобы сделать соус. Вот как раз и емкость для того, чтобы сделать этот самый соус, точнее заправку. Для заправки мы берем в качестве основы соевый соус. Ну вот это количество огурцов я взяла 3 столовые ложки. Далее я добавила столовую ложку бальзамического уксуса. Уксус может быть любой. В принципе, иногда под настроение я использую лимонный сок, но его нужно немножечко больше, чем уксуса. Добавляется чайная ложка сахара, немножечко, самая капелька ароматного кунжутного масла, а также давится через пресс чеснок. Эта смесь должна настояться вместе с чесноком, а дальше вы сделаете следующее. Если у вас романтическое свидание, то чеснок надо выкинуть. из соуса. А если нет романтического свидания, или вы все вместе будете с удовольствием охлаждаться пищей, то чеснок стоит оставить. Также я сюда тру небольшую часть корня имбиря. Однако помните, что на мужчин это действует достаточно бодрящий, ну, как они говорят. Так что, смотря у кого какие планы. Если вы, в принципе, собираетесь это все схомячить после тренировки в одиночку, потому как в этом салате есть исключительно клетчатка, овощи и белок, то, в принципе, имбирь сделает заправку приятной. Далее мы режем, подготавливаем к нарезке огурцы. Кожицу огурцов срезать не обязательно, за исключением того случая, если она горькая. Ну, это как раз случай этих огурцов. Поэтому кожицу я срезаю. Огурцы нужно нарезать мелко соломкой. Ну, есть разные способы нарезать мелко соломкой. А я продемонстрирую тот, который я использую сейчас. Для этого я нарезала и кубиками, и даже приобретала специальную такую шинковку на Алиэкспрессе, которая позволяет нарезать огурцы, а также морковку, как спагетти. Очень интересное изобретение. Морковка в этот салат лично у меня идет для красоты. И, учитывая, что я срезала всю красоту с огурцов, придется добавить морковки. Поэтому морковка нарезается очень тонко, так как она очень грубая по сравнению с капустой и по сравнению с огурцами. Ну, пока что мы режем огурцы. Вообще идею этого салата я подсмотрела в китайских кафе Забайкария. В начале нулевых он назывался «Китайский салат». Потом я узнала, что вроде бы это называется «Харбинский салат». Ну, естественно, я его модернизировала для домашних целей. То есть я сделаю так, как люблю. Ну, у меня не только 50%, а на 50% огурцов я еще приблизительно такое же количество добавляю мяса. Вы туда дальше увидите. Ну, конечно, не 50%, но немножечко побольше, чем это принято в оригинальном рецепте. Ну, что они туда из заправок добавляют, я, честно говоря, плохо знаю. Ну, и не претендую на то, чтобы это было совсем уж-то блюдо китайской кухни. Меня больше завораживает то, что оно свежее, и благодаря добавлению туда мяса оно сыт. КОНЕЦ Количество капусты в данном салате определяется количеством огурцов. То есть 50% количества огурцов и количество капусты должно быть одинаковое. Капусту шелкуют тонкими полосками где-то приблизительно, ну, максимально, наверное, 4 мм. Хотя лучше 2 мм, лучше 1 мм. Кому как нравится. Мне, конечно, нравится это очень тонко, но никогда не получается слишком тонко порезать. Хотя, в принципе, своим произведением кулинарным я довольна и кушаю его с удовольствием. Но мои знакомые и родственники тоже едят его с удовольствием. Так что сразу же изначально количество капусты я сказать не могу. Единственное, что рекомендую вот отрезать ее для этого салата вот таким вот образом. То есть верхние листья глубоко внутрь резать не следует, потому что полосочек не получится. Можно их делать не такими длинными, а где-то с 1 мм. по 5-6 длину. Теперь пришел час морковки. Для морковки я использую простую овосячистку-экономку. Нарезаю ее как можно более не самыми толстыми слоями, ну, и не самыми тонкими. Чтобы в дальнейшем то, что я порезала, нарезала порезать на соломку. Задача нашинкованной морковки в этом салате просто его украшать. Возможно, она придает ему немного вкуса, да, наверное, и невозможно. Ну, и любители морковки, конечно, его почувствуют. Но вообще, когда я оставляю кожуру на огурцах, я морковку туда не режу в этот салат. Это у меня салат не праздничный, это салат у меня больше, скажем так, мне захотелось что-то вкусненького, диетического на ночь и быстренько. Ну, не надо еще вечером. Салат из такого разряда, не парадный. Хотя помню времена, когда я жила в Сибири, и зимой огурцы свежие стоили бешеных денег. И тогда, да, этот салат был праздничным. А вот и мясо. Мясо было замариновано заранее, за сутки. Можно это делать за час, можно за два, ну, вот на это количество мяса, которое вы увидите, приблизительно это 300 грамм свинины, да, не приблизительно, где-то 300-320, но это не столь важно. Значит, на это количество свинины я добавила 3 тоже столовые ложки соевого соуса и 1 столовую ложку бальзамического уксуса. Мясо тоже нужно порезать соломкой, где-то 5 на 5 миллиметров, можно 4 на 4 миллиметра. Я имею в виду ширину, длину, они где-то 5-6 сантиметров, 7 сантиметров кусочки, ну, может быть, больше, в общем, когда как, когда какое настроение. Настало время фритюра. Не знаю, какая точная температура должна быть для фритюра, я добилась 150 градусов, для чего у меня там спыл термометр, а так как он немножечко сломался, пришлось еще проверить правильность его работы старинным средством. Запенилось масло вокруг деревянной палочки, значит точно уже можно готовить. Опускаем туда все мясо. Я немножко переглила тут масло, наверное, немножко поменьше надо, ну, смотрите сами. В принципе, есть еще другой вариант приготовления этого мяса, можно просто не во фритюре, а на сковородочке его пожарить, это гораздо дольше, экономит масло гораздо больше, но при этом мясо получается такое, знаете, как червячки, а не как палочки. Теперь мы достаем приготовленное мясо из фритюра, чтобы минимальное количество жира попало и минимальное количество калорий попало в салат, необходимо проложить емкость, куда будете выкладывать мясо бумажными полотенцами. Длительность приготовления нарезанного таким образом мяса во фритюре одна-две минуты. Две минуты, я думаю, максимум, значит сгорят. Вот такое количество масла и калорий не попадет к нам в салат. Две фунчоза это лапша, лапша немножечко от стеклянной отличается тем, что она вроде бы сделана из соевых бобов, можно, наверное, рисовую лапшу, стеклянную лапшу. Ну, в общем, я беру фунчозу и заливаю ее кипятком, после чего настаиваю после этого 5 или 7 минут под крышкой. Так как я делаю салат, вот я добавляю немного фунчозы, а не фунчозу с чем-то, то фунчоза кладется немножечко. То есть это один вот этот моточек на большую гору салата. Ну, если у вас будет салата в два раза больше, то нужно, конечно, фунчозу увеличить. Если вы совсем уж следите за фигурой, я тут рассказывала, как это замечательно на ночь, то, конечно же, фунчозу нужно убрать, так как все-таки это углеводы. Мне кажется, что это очень маленькое количество углеводиков, поэтому я ее все-таки туда добавляю, тем более изначально в салате она была, и она делает его как-то, ну, пикантнее, милее, вкуснее, интереснее. Мне так больше нравится. Теперь мы все перемешиваем после того, как добавили туда нашу заправку, которая все это время стояла, стояла и настоялась. Я буду есть одна, поэтому я оттуда не вынимаю чеснок и туда добавляю. Можно при приготовлении этого салата переборщить с соевым соусом и можно переборщить с чесноком. Сделать это очень легко, поэтому нужно это делать аккуратно. Кроме этого, я добавляю еще ложку оливкового масла, потому как, даже две ложки, потому как без масла этот салат немножечко скучный, невкусный и так далее. Как я вам уже сказала, я не стремлюсь, чтобы это было аутентичное блюдо китайской кухни, поэтому добавляю все, что хочу, лишь бы мне вкусно было. И оно, поверьте, вкусно. Наверное, вам тоже понравится. Так как, если переложить соевый соус, то салат потеряет вкус и будет не очень вкусным, то досаливаю я его солью. После этого выкладываю тарелочку, с которой можно есть и раскладывать по другим тарелочкам. А перемешивать его, конечно, удобнее в большой емкости. приятного аппетита, наслаждайтесь! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин